МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В советском районе предприниматели подключились к популяризации прививки против коронавируса. Каждый вакцинированный житель муниципалитета среднего и старшего возраста может бесплатно получить набор фруктов. Купон, который гарантирует такой бонус, выдают медики в пункте вакцинации. Впрочем, акция распространяется и на тех, кто принял решение ревакцинироваться. И медики, и пациенты, и продавцы солидарны в том, что витамины, особенно весной, никогда лишними не будут. А если факт получения витаминного набора может повлиять на решение о вакцинации, то почему бы его не предоставить? Здравствуйте. Вот по такому купону мне надо расплатиться за ваш витаминный набор. Это вам остается? А это вам не болеть. Спасибо вам огромное. Я думаю, что на сегодняшний день не только для нашего района, но и для всей России важно, чтобы все вакцинировались и у всех был коллективный иммунитет. Исходя из этого, я продолжаю до сих пор раздавать витаминные наборы для тех, кто вакцинируется. Мы работаем с 9 утра до 9 вечера. В любое время можете подойти и получить бесплатно этот набор. 250 сургутян смогут бесплатно поступить в ведущие вузы страны. Городской центр занятости населения начал прием заявок на переквалификацию по федеральному проекту содействия занятости. Основной упор в обучении сделают на востребованные профессии. Как пояснили в центре занятости, в основном это рабочие специальности. Жители Сургута и Сургутского района уже подали 80 заявок. Обучение будут проводить местные вузы и СУЗы после того, как заключат договоры с федеральными операторами. Это агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Россия, Томский государственный университет и Академия народного хозяйства при президенте. Главным условием бесплатного обучения является обязательное последующее трудоустройство. Отмечу, освоить новые профессии смогут мамы в декрете, граждане предпенсионного возраста и нетрудоустроенные выпускники и другие. Ту профессию, что выбрал гражданин, и когда мы будем согласовывать его поданную заявку, мы в любом случае будем смотреть, а востребована она именно на нашей территории. То есть мы сейчас говорим о городе Сургуте и Сургутском районе. И естественно, если она не востребована на рынке труда, и мы потом человека не сможем трудоустроить, то мы просто будем отказывать именно в обучении. Двукратный призер Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова встретится с подрастающим поколением. Мероприятие состоится сегодня в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. На встречу с лидером национальной команды по биатлону смогут прийти не только лыжники и биатлонисты, но и любители спорта. Беседа с гостями пройдет на втором этаже ВИП-трибуны в 16.00. В это же время на горнолыжном комплексе «Хвойный Урман» мастер-класс проведут участники Олимпийских игр сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы.